В Грузии пройдет митинг за восстановление прежних отношений с Россией. В Грузии пройдет митинг за восстановление прежних отношений с Россией 21.45. Спутник. Денис Асланов, Набережная Батуми. Спутник. Денис Асланов, Набережная Батуми. Архивное фото Москва, 25 июля РИА Новости. Партия Альянс Патриотов Грузии 28 июля проведет митинг в Батуми. В частности, с требованием отказаться от воинственной риторики в отношении РФ, сообщил РИА Новости председатель парламентской фракции «Альянс патриотов Грузии» Георгий Ламия. По его словам, партия ожидает около 13-15 тысяч участников. Среди выдвигаемых требований отказ от воинственной риторики в отношении России, возвращение российско-грузинских отношений на докризисный уровень, а также выбор курса на неучастие Грузии в военных блоках. Мы на всех митингах оглашаем одни и те же лозунги. Сейчас добавилась Давид Гореджи «Это Грузия». «Вы знаете, у нас напряженная ситуация с Азербайджаном», — отметил Ламия. Древнейший пещерный монастырский комплекс Давид Гореджи расположен на несогласованном участке границы. 18.34 Курс грузинского лари обновил антирекорд. Также на митинге в Ботуми выступят представители туристической отрасли Аджарского региона, пострадавшие из-за обострения отношений с Москвой. После тех событий, которые произошли 20 июня, фактически сошел на нет туристический сезон в Ботуми. «Одно из условий митинга, что нужно восстановить диалог с Россией, наладить отношения», — отметил Ламия. «Правящая партия должна уйти в отставку, потому что они не смогли взять ситуацию под контроль до того, как начался кризис отношений между Россией и Грузией. Они до этого должны были взять ситуацию под контроль», — подчеркнул Ламия. По его словам, это митинг внутреннего значения для того, чтобы разобраться и начать диалог с Абхазией, Южной Осетией и Россией. Лидеры Альянса патриотов Грузии также подведут итоги поездки своих делегатов в Москву 15 июля и заседания межпарламентской группы «Диалога Россия-Грузия» в Госдуме. Отвечая на вопрос о возможной дате следующей встречи по парламентской линии, Ламия сказал, «Это будет в сентябре». Вчера, 5.27 Володин потребовал от президента Грузии извиниться перед Россией.